Наша трибуна Я имею, что сказать А я думаю, что... Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Возвращаемся в программу Народная трибуна Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200 Если будут вопросы, вот комментарии интересные на Ютьюбе Во-первых, говорят, что Олег Патлак очень верно всю обстановку в Израиле обрисовал Где это? Я даже не видел Ну, невнимательно Вот вы не удивили А вот Владимир пишет Какие мелочи? Китай имеет полный доступ к переписке Госдепа Это первое Второе. Вот это, например, реальный скандал и гигантский про разведки И никакой реакции в мейнстримной прессе Абсолютно верно А, промашка Да-да-да Вообще, ситуация с Китаем Я довольно часто смотрю Такера Карлсона И он, по-моему, единственный из всех средств массовой информации Который обращает наше внимание на то, что реальную опасность Для нас во всех отношениях В экономическом, военном, военно-политическом Представляет Китай И он абсолютно прав Абсолютно прав Потому что, ну, что касается экономической ситуации Посмотри, сейчас начинается эта война тарифов Сейчас начинается война тарифов Идут переговоры Мнения разделились Кто-то говорит, что это плохо Потому что мы будем дороже платить за все и так далее А я сегодня Анатолию сказал Я говорю, знаешь, что, по большому счету Ну, поднимутся цены на китайские товары Ну, будем меньше покупать этого говна Которым забиты у нас все шкафы Ну, я это жду, не дождусь Потому что смотришь Если оно стоит недорого А оно тебе особо и не нужно И качество у него такое Вот у меня, скажем, рыбацкие какие-то там Принедлежность Нурс Воблеры и прочее Как же их по-русски назвать-то Всякие разные эти Блесны Блесны, да Блесны китайские Они по виду напоминают Раполу нормальные блесны Но оно так не работает Это все Би-Эс Оно не работает Оно дешевое Ты покупаешь целую кучу этого дерьма Оно не работает Оно только забиваешь шкафы этим Как рыбак рыбака Полностью понимают Поэтому меньше будем покупать дерьма И появится стимул у местных производителей Производить качество продукции Будем сами выпускать, да И тогда не придется покупать рубашку 3x large А выясняется, что она вообще на самом деле В лучшем случае medium И отправлять назад Сережа, ну они же меряют по себе Ты понимаешь, на ком еще это вы измеряете Добрый день Добрый день Ну мне кажется, вы не полностью Осветили положение в Израиле Вот я хочу заострить вопрос на таком Значит, был митинг памяти погибшим, так? Угу Премьер-министр и министр обороны Натиньяву Запретил въезд родственникам погибших террористов И участвовать в этих митингах Но Богац отменил это распоряжение И в Тель-Авиве был проведен, так сказать, альтернативный митинг Совместно с родственниками погибших террористов И правительство ничего не могло сделать До чего же они доживут, если Богац Командует такими делами Спасибо, вы заходили серьезные Я вам отвечу тоже на это Не потому, что мы не осветили все Потому что невозможно осветить все Мы об этом должны говорить часами Я единственное останавливаюсь вот на чем Несмотря на то, что Нитанияху Как говорят, как мы говорим, правый То правительство в Израиле довольно левое Точно такое же, как и у нас Поэтому они не просто ничего не могли сделать Они не хотели ничего делать У Нитанияху точно так же связаны руки Как и у Трампа в некоторых вещах В данном конкретном случае, о котором говорит наш радиослушатель Речь идет о Верховном Суде Израиля Который на самом деле левый И эта система существует давно То есть эти элиты, эти адвокаты Ну, по сути дела, они все адвокаты Они все лаера Выбирают себе подобных в этот суд И все они придерживаются левой идеологии Все они потихонечку ненавидят Израиль сильный Все они довольно часто отстаивают Прежде всего интересы арабов А не интересы израильтян И в этой связи я хочу напомнить о том Что некоторые кандидаты в президенты От демократической партии Предлагали, они высказывали эти предложения Изменение порядка выбора Или назначения судей Верховного Суда Я помню, как Бутеджеч Бутеджеч Предлагал там пять человек выбрать Вот так, как они назначались А потом эти пять человек будут предлагать Там других пять человек А потом еще по пять человек от каждой партии Предложение будет То есть, на самом деле Вот эти кандидаты в президенты Подталкивают нас к тому Чтобы мы изменили нашу систему Предусмотренную Конституцией нашей А сделали, как в Израиле А Израиль страдает Вот то, о чем сказал наш радиослушатель И о чем мы не раз говорили Потому что любой закон, который принимает Кнесет, если этот закон Преследует интересы израильтян А не арабов Верховный суд Или суд справедливости Как он у них Ну, богатся 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 А этот закон считает незаконным И отменяет Мне эта ситуация немножко напоминает Знаешь, ситуацию Вот в Америке, Израиле Она практически идентична В каком плане Значит, мы все знаем Что очень многие говорят Нужна свежая кровь В Израиле Нетаньяху засиделся Он погряз в скандалах О которых пишут там прессам Возьми скандалы О которых пишет пресса о Трампе Что он банкрот Что он там плохо относится к женщинам Что он кого-то там схватил за что-то Что он к черным плохо относится Понимаешь? То есть никто же в этом не разбирается Прочитали и в мозгах у них отложилось То же самое у нас Прочитали, что Нетаньяху погряз в скандалах И у них это отложилось И вот создался такой стереотип Я немножко позволю себе не согласиться С этим радиослушателем По одной простой причине Он сам сказал, что Богац Не согласен был с решением На Таньяху И поэтому был произведен Альтернативный митинг Но ведь Не было приглашено Вот то, что задумал На Таньяху Оно все-таки осталось в силе То, что Богац решил Окей, хорошо Мы все равно проведем по-нашему Это другой разговор Но Они не победили На Таньяху Они просто создали Альтернативу к его решению И это, кстати, дорогие друзья Это очень важно Потому что Как бы ни было Что бы кто ни говорил Все-таки На Таньяху Еще имеет Очень веский Авторитет В Израиле И поэтому Я думаю, что это все будет И в Израиле И в мире Питер Наш радиослушатель Израиля Пишет, что У нас, например, заммэра в Хайфе Поклонник Хамаса и Хизбаллы Открыто и публично заявлял И не сидит в тюрьме А сидит в кресле заммэра Открыто заявляет Ну, потому что Очевидно, в Хайфе тоже проживает Я не думаю, что там проживает Большинство арабов Которые выбрали мэра Который большой любитель Хизбаллы и так далее Я думаю, что это Леворадикальное отребе Которое проживает К сожалению Выбрали его Потому что Они считают Вот Значит, чувство вины У некоторых Возникает чувство вины Вот их убедили, что Израильтяне Они живут в Израиле Они тоже израильтяне Но они Как бы Верят в то, что Израиль по отношению к арабам Ведет себя несправедливо А вот этот заммэра Которого мы выберем Он будет справедлив По отношению к арабам Участие израильтян К сожалению Какое-то генсамоубийство Присутствует Как у большинства леваков Добрый день, пожалуйста Добрый день Вы знаете Вы действительно Считаете, что меня Убедили В том, что договора Никакого не было Между Ираном и Америки И Обама просто так Отослал Положил санкции Они не поддержали Скажите Скажите Вы точно уверены Что договор принят И ратифицирован В Сенате? Я точно уверен Что он был И то, что вы сейчас сказали Это вранье Пожалуйста Соблюдайте правила игры Значит Если вы хотите Давайте так Если вы хотите Соблюдать правила игры Значит Вы должны Сначала Перестать быть Абсолютно Несведущим Человеком Ни в чем Вы начнете Читать Источники Информации Которые Точно дают Информацию А не начнете Нам тут заниматься Демагогией Вот тогда Мы с вами будем Играть по правилам игры Мне вам доказывать Абсолютно нечего Для того Чтобы мне вам Что-то доказывать Я должен По крайней мере Уважать Ваше мнение Я его не уважаю По одной простой причине Потому что Вы занимаетесь Демагогией И на этом Мы с вами закончим Спасибо Дело в том Что эти заявления Ничем не подкреплены И когда вот Сергей Спросил Вы абсолютно Уверены То опять же Не последовало Прямого ответа Вот и все Мы уже говорили Что это не был договор Это была договоренность Это две большие вещи Чистая демагогия Поэтому Кому доказывать И что доказывать Добрый день Пожалуйста В эфире Алло Я немножко Вернусь к китайским товарам Да Когда я приехал в Америку И начал трудиться здесь И мне приходилось Как механику Электронику Искать повреждения И я указывал Там на это Вот это не работает Мне махали пальцами Говорили Ну-ну Это будет работать Засыпанная Пыль Засыпанная всем Работала На нем было написано Сегодня я работаю И я получаю Ставлю новую Абсолютно новую Не девайс маленькую А целый юнит И он не работает Китайский Мы к этому уже привыкли Понимаете? Говорят Мне надо покупать три сразу Один из них работает Так что мы ничего не потеряем От того Что будем ставить Надежное Американское Ну так за надежду За надежность Нужно платить Спасибо вам огромное Я вам скажу такую вещь Люди которые приехали сюда Опять же Я все время Это пользуюсь Этим Доказательством Люди которые приехали сюда Вот где-то до 92 года До того что началась Вот это Нафта Не нафта А ТПП Так вот Эти люди Особенно механики Если вы сегодня Спросите У любого автомеханика Или человека Который пользуется инструментом Я вспоминаю Своего покойного тестя Значит Если у вас был выбор Между Использовать инструмент Крафтсмен Или МЭК Тулз Или какой-нибудь Китайский Прошу прощения Непонятно что То все Все равно Выбирали Крафтсмен И платили за это дороже Но знали Что у них Или МАК Тулз Что у них есть Лайфтайм варанти И в любую минуту Если что-то не сработает Они могут это поменять Бесплатно Вот это называется Американское качество И за это Люди были готовы Заплатить больше И тот же утюг Который покупали Этот утюг Работал Уже люди хотели Его выбросить Но не могли Почему Но он же работает Ну что его выбрасывать Понимаете А сегодня Вы покупаете Китайский Утюг Вы его Как правильно Сказал человек Вы покупаете Три Потому что Ну хотя бы На месяц Вам хватит Вы знаете Есть такой Комедиант Рассел Питерс Так вот Он рассказывал Про магазин Луи Виттан Кто там покупает Говорит Китайцы Они не покупают Они приходят туда Берут фотоаппарат Чик-чик-чик-чик-чик И говорит Через месяц Из Китая Пошли сумки Луи Виттан Так вот Когда вот Я например Свой бизнес начинал Мы одни из первых Начали использовать Вот выдвижные ящики Такие которые Софт Закрываются Компания Блум Мы одни из первых Начали их использовать Потом уже все Начали использовать Прошло какое-то время И вот этот Чик-чик-чик Фотоаппарат И пошли Значит Вот эти слайд Из Китая Вот Ну и Кабинет Из Китая Пошли Так вот Люди звонят И говорят Что делать Ящики Плохо открываются Затирает Ну вы же Хотели меньше Заплатить Мы можем Поменять Пожалуйста Но теперь Вам это Обойдется Дороже В результате То есть Покупая Китайские товары Вы должны Понимать Что вы Столкнетесь С ситуацией Когда вам Все равно Придется Купить товары Американского Производителя Или там Более Респектабельного И вы В результате Заплатите Больше Я не говорю О мелочи О носках Которые Завтра Там Порвутся И вы Их Выбросите Ну все равно Наверное Американских Будут Больше Носиться Нет Серьезно Раньше Считалось Если написано Made in USA Это действительно Был Качественный Товар Сегодня Мы покупаем Все что угодно Любую дрянь Главное Дешево Но мы Понимаем Простую вещь Что вот Это дешево Мы убиваем Наш Родной Американский Бизнес Тем Что мы покупаем Вот эту дешевку А когда-то Когда мы погнались За вот этой Китайской Дешевкой И Завод General Motors Начали производить Машины Chevrolet И так далее Из китайских Запчастей И Стала цена Просто Ну вот Ну никакая Да И тем не менее Люди покупали Toyota Nissan И так далее Почему Да потому что Это ребята Которые Производили Качество А не вот этот Гарбич Который Мы покупали В виде Наших Якобы Chevrolet Так что Тарифы Имеют Свою положительную Конечно Последствия Добрый день Пожалуйста Да Здравствуйте Еще есть Такая Поговорка Мы не Настолько Богаты Чтобы Покупать Дешевые Речи Совершенно Кроме Абсолютно Спасибо Большое Не забывайте Что вы Сегодня Переплачиваете За какой-то Товар Но вы Этим Возвращаете Рабочие Места В Америку И вы Этим Строите Будущее Нашим Детям И нашим Внукам Не забывайте Про них Мы 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 Потеряли Миллионы Рабочих Мест Да Но Это Как бы Одна сторона Медали А ведь Другое По существующим В Китае Законам Это мы Сейчас Говорим О шерпатребе Сначала Мы говорили А ведь Существует Там И Эппл туда Полез Ну Они там Опускают Много По существующим В Китае Законам Контрольный Пакет акций Принадлежит Кому-то Китайцам Конечно И мало Того Одним Из обязательных Условий Передача Технологии То есть Им не нужно Было Тратить Деньги На разработку Технологий Новых Они получали Все это На халяву От нас От наших Корпораций И я думаю Что Причем Мы тратили Наши Интеллектуальную Собственность Когда я говорю Интеллектуальную Собственность Я имею ввиду Наши мозги Мозги наших Инженеров Мозги наших Изобретателей Мы тратили Деньги На вот эти Все изобретения Которые потом Как Олежский Сказал Просто покупают Допустим Нашу какую-то Вещь Я не говорю Шерпотреб Любой Станок Что бы это ни было Разбирают его На мельчайшие Запчасти Все это Потом Фотографируется Перечерчивается Собирается Вместе В два раза дешевле Используя Абсолютно Не тот материал Который Был предусмотрен Более низкого качества Но вверх не похоже Вот пишут Когда-то по набору инструментов Владимир Шаталов пишет Когда-то по набору инструментов По стоимости набора Автомеханика В другой области Это было Визитной карточкой Конечно Давайте прием Еще один звонок Добрый день Пожалуйста Добрый день Я хотел бы вернуться К газете реклама Можно? А мы Я не знал Что мы там были К нам 19 числа Приезжает Александр Генис Это Писатель Журналист Работающий На Свободе На РТВА Так И вот он Говорит Что он будет Освещать Важнейшие Культурные Политические События В мире Делает Прогнозы И говорит Обо всем Кроме Трампа Но Все таки Проскочило Тут у него Вот он Что пишет Дальше Это я привожу Спасибо большое У нас к сожалению От времени Все кто работает На Радио Свободы Придерживаются Левых взглядов Что Абаринов Что Генис Они Относятся к категории Ну во первых Они либералы Во вторых Они неватрамперы А в третьих Они люди Которые приезжают Сюда чисто Скосить капусту Поэтому Все те Которые сюда Приезжают По бизнесу Они абсолютно Не представляют Из себя Никакого интереса Интересная Вот заметка По поводу Инстаграма Что Человек написал Тоже Питер Валевский Написал что Мухаммед Али И Тайсон Они были чемпионами До этого Без ислама Да И это не важно Так ему написали СМС Через минуту Что они убрали Этот пост И в следующий раз Его забанят Вот вам свобода слова Есть и хорошие новости Девятый апелляционный суд Поддержал Трампа Что удивительно На самом деле Даже уже Даже уже Леваки В девятом апелляционном суде Решили Что Трамп был прав Когда сказал Что Хотите получить статус Ждите Ждите в Мексике Ждите в Мексике Помните Наши адвокаты Все возмутили Что это не так Это не Когда Прошу прощения Когда Вышел Вот этот Помнишь Когда Трампу сказали Нет 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 Они должны быть здесь Я очень хорошо помню Как некоторые Писали В Фейсбук Да Вот Наконец Это абсолютно Законно Трамп писал Незаконные вещи На что я всегда Отвечал Одним словом Подождите решение Суда Подождем Решение Суда И вот Как Пожалуйста Вам решение Суда Так и Трамп оказался Прав А вот эти Все Знатоки Закона С высшим Этим Юридическим Образованием С высшим Экономическим Образованием Вот они Как-то Получается Что-то Нестыковка На сегодняшний день Все равно Трампа Грозятся Судить Четыреста Более Четырехсот Адвокат Ну да Посмотрим Что они Каждому Хочется Заработать А как И создать Себе Пиар Друзья мои Огромное Спасибо К сожалению Времени Больше Не осталось Для того Чтобы Продолжить И Более Широко Раскрыть Эту Тему Но мы Обязательно К этому Будем Возвращаться Говорить Об этом Спасибо За то Что Слушайте За то Что Принимаете Участие В наших Программах Будьте здоровы Хэппи Мадр Здесь Всем Евгению Райхман За то Что Позвонил И Напомнил Нам О том Какой Путь Прошел Ныне Покойный Абрам Кашпер Которому Вчера Исполнилось Б Сто Лет Спасибо Всем Всего Добро Здорово Редактор субтитров